Другим темам поставили на лапы. Новосибирские ветеринары заново научили ходить собаку, которая потеряла все четыре конечности из-за обморожения. Полгода назад алястинскому маламуту Рутти сделали операцию, а теперь вернули возможность передвигаться. Подробнее Анатолий Харитонов. У маламута сегодня звездный час. Позирует сразу для двух телекамер и ждет третью. Судьба Руты, так собаку назвали ветеринары, заинтересовала многих новосибирских журналистов. В феврале нынешнего года зоозащитники нашли животное на обочине дороги, недалеко от города Мирный. Это в Якутии. Лапы были связаны. Когда животное принесли в местную клинику, там сказали, что на данный момент лапы замерзшие, но что делать? Говорят, приходите завтра. Приходят на следующий день. Соответственно, все это дело оттаяло. И начало гнойное выделение. Сказали, что здесь не вариант. То есть собака ходить не будет. И собаку нужно, соответственно, произвести эвтаназию. Волонтеры решили спасти собаку. Собрали деньги, около 200 тысяч рублей и на самолете доставили ее в Новосибирск, где ветклиники оснащены высокотехнологичным оборудованием. Врачи ампутировали лапы и кончик хвоста. Он тоже был отморожен. Хирурги хотели установить остеоинтегрируемые протезы из титана в силиконовой оболочке. Наши земляки провели уже несколько успешных операций, но у каждого пациента заменяли только одну конечность, а у маламута отсутствуют четыре. Гарантии, что все имплантаты приживутся? Нет. Риск осложнений велик. В итоге животному оставили перебинтованные культи. После того, как зажили раны, Руту поселили в стационаре. Три раза в день выносили гулять, даже купили ей ортопедический матрас. Было чудесно, когда мы ее первый раз вынесли на улицу после операции, наверное, спустя месяц. Она как ребенок ползала, кувыркала в снегу. Она так радовалась, что она вообще живая. Собаки купили специальные тапочки для прогулок и научили ходить. Любимая процедура Руты сейчас терапевт Анна Анатольевна делает массаж. Это для того, чтобы у собаки не было пролежней. Все-таки много времени животное проводит вот на этом коврике. Маламута пускают не только в стационар, но и в ординаторскую. Она знает свое место дислокации, скажем так, в ординаторской. Куда-то на более высокие поверхности типа диванов она не залазит. То есть она очень, ну скажем так, культурно себя ведет. То есть она не попрошайничает. Она знает, что у нее есть своя еда, свои лакомства. За животным ухаживают дежурные врачи. Гуляют с ним на заднем дворе клиники. И говорят, что никому не отдадут своего дружелюбного питомца. Жить без лапруто привыкла. И теперь ветеринары не всегда поспевают за ней. Анатолий Харитонов, Артем Валевич. Новости ОТС.